В прошедшее воскресенье православные поминали всех усопших, пострадавших от гонений за веру. Ко дню российских новомучеников из Ташкентов Тамбов доставили мощи святителя Луки. Все подробности в репортаже Сергея Нишукова. Митрополит Тамбовский Рассказовский Феодосий торжественно вносит святые мощи Луки воина Есенецкого в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Тот самый храм, который многократно, но безуспешно, святой Лука пытался открыть для верующих в годы Сталинской оттепели во время Великой Отечественной войны. Главный собор тогда епархии не отдали, но правящий Тамбовский архиерей Лука все же вернул в луноцеркви более 30 храмов. Для владыки Луки, конечно, это было нелегко, потому что он приехал из ссылки и уже у него было подточено здоровье. Но для него было это и легко, потому что он в открытую общался с своей паствой. Тамбовскую паству он так и называл «Моя бедная, любимая Тамбовская паства». И даже когда в 1946 году он уехал в Крым, он не прекращал общаться с Тамбовской паствой и верующими в город Тамбово. Из Ташкентской епархии доставлена также икона с мощами священно-мученика Киприана и обучницы Иустины, пострадавших от римских язычников в III веке. Им молятся от сглаза, порчи и колдовских чар. Верующие убеждены, что святые мощи Луки Война-Исенецкого, хирурга при фронтовых Тамбовских госпиталей, непризойденного от целителей и диагноста, сильнейшая защита от всех душевных и телесных болезней. Жил на нашей земле, помогал людям, лечил. Ну, конечно, с Богожей помощью великий был человек. Я не знаю, как вам правильно сказать, но мне он очень помог в свое время. Для меня это мое здоровье, мое все. Я по его молитвам подстаю, с вами разговариваю. Это правда. Тамбовская и Ташкентская епархии духовно связаны через святителя Луку. В богоборческие 20-е годы прошлого века он начал священническое служение в Ташкенте, прошел через ссылки и лагеря в годы войны, прибыл в Тамбов, где его талант и способность оказались востребованными в полной мере. И сейчас в областном центре еще есть старожилы, здоровьем и жизнью, обязанные свидетелю Луке. Луковой Несенецкий, митрополит Владимир Боговленский, Кирилл Смирнов, святые и мученики всероссийской, мировой величины. И трудно поверить, что так или иначе они связаны с Тамбовской землей. Но все же это можно понять, если предположить, что и ныне, и пристно, и во веки веков Тамбовский край не оставлен Богом. Сергей Нешуков, Владимир Моисеев, Александр Щеднов. Область новостей.